Здравствуйте, с вами Александр. Я хочу сегодня рассказать вам о достаточно интересном, на мой взгляд, кресле детском категории 1, 2, 3. Это от 9 кг до 36 кг от компании Recaro. Модель называется Young Sport Hero. Это, кстати, новинка, поэтому она достойна внимания. Давайте же разберем ее с вами более детально. Вот, собственно, кресло Recaro Young Sport Hero. Ну, давайте сначала пробежимся на тему ее безопасности. Во-первых, оно соответствует самым высоким требованиям по безопасности. Это кресло, которому можно смело доверить ребенку. И давайте немножечко подробнее именно о ее всяких интересных фишках, улучшающих эту самую безопасность. В Hero, в модели, использована новая разработка компании Recaro касательно накладок, вот этих мягких накладок на пятиточечные ремни. На ощупь, если возьмете, оно сразу покажется вам таким толстым чем-то, я не знаю, чем-то внутри наполнено. Но вот с обратной стороны здесь использован такой материал, который предотвращает такое, знаете, скольжение. И если, не дай бог, происходит какое-то ДТП, этот ремень, вот эта накладка, точнее говоря, она не позволит ремню перекрутиться и травмировать шею и плечо ребенка. И тем самым накладка еще служит для того, чтобы как-то уменьшить давление на ребенка, гасить энергию ударом. И второй момент, отличающий ее от предыдущей модели Young Sport, это усиленно, очень сильно, вот смотрите, видно, какое кресло такое объемное получается. И очень сильно усилена защита при боковом ДТП, потому что ДТП не только лобовые бывают, ребенка нужно защитить и сбоку тоже. Здесь использована эта система, называется Advanced Side. Она очень сильно гасит энергию удара, если происходит боковое ДТП. Поэтому, что касается безопасности, здесь все в порядке. Что касаемо материалов, из чего все сделано. Ткань, используемая в этой модели, как и в принципе в целом у Ricara, это искусственная замша. Это очень хороший, качественный материал. На мой взгляд, очень крутая ткань. Она тактильная, реально, ну дорогая, она чувствуется хорошей, качественной тканью. Летом она, ну приятная, тактильная, ребенок в ней полеть, ой, пардон, потеть особо не будет. Зимой она не создает эффект такого, знаете, чего-то холодного, неприятного, когда вот садишься в машину. Она будет достаточно приятной и зимой тоже. И она очень долго не теряет товарный вид, скажем так. Очень износно стойкая ткань. Поэтому, что касается ткани, здесь все просто супер. Что касается комфорта ребенка, здесь компания Ricara сделала интересную фишечку. Здесь сбоку есть такие маленькие барашки-регулировочки, которые регулируют, вот смотрите, здесь установлена такая платформа. Когда мы крутим эту регулировочку, она отодвигает эту платформу от самого сидения вниз, тем самым образуя дополнительный наклон, там порядка 15 градусов. Поэтому, когда ребенок уснул, у него не будет голова падать вперед и будет себе он спокойно облокотившись спать. По-моему, классная затея сделать такую регулировочку наклона спинки. Также здесь в самом сидении установлена мягкая вот эта подушечка, которая еще лучше фиксирует ребенка, добавляет комфорта, потому что она мягкая. Зимой, например, когда уже ребенок там в каких-то пышных штанишках, курточки будет, ее можно будет снять, чтобы освободить еще больше места для ребенка. Если ее убрать, то оно, в принципе, реально достаточно большое, широкое кресло, и поместится ребенок стопроцентно сюда без проблем. Если я покажу, она снимается легко очень. Вот. Все очень просто. Так, пятиточечными ремнями ребенок крепится, как я уже говорил, оно 9 до 36 килограмм, и системой пятиточечных ремней ребенок крепится ориентировочно до 4 лет. Это приблизительно будет, когда ребенок уже будет где-то 100 сантиметров, он уже сюда физически помещаться не будет. И после того, как уже ребенок не будет помещаться, вам нужно будет снять ремни, и ребенок уже будет крепиться взрослыми ремнями. Сейчас я вам покажу, как крепится до и после. Пока ребенок скрепится обычными ремнями пятиточечными, само кресло крепится благодаря вот этим системам натяжения, направляющих своего рода. Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Берем ремень, протягиваем его. Максимально перед этим, вытащив его, фиксируем временно, чтобы ремень никуда не убегал обратно, не заезжал, скажем так. После чего берем ремень и протаскиваем его под обивкой самого кресла. Тем самым мы пропускаем ремень под ребенком, чтобы ребенок не сидел на самом ремне. После чего натягиваем, отпускаем здесь, затягиваем верхнюю часть ремня. Все, видите, все под ребенком. Ребенок не сидит на ремне. После чего нам нужно реально хорошо и сильно натянуть от души и зафиксировать этой системой натяжения ремня. Сейчас покажу, как это все эффективно работает. Берем за кресло. Вот вы видите, спокойно поднимается все вместе. На мой взгляд, такая система ничем не хуже, чем изофикс. Все плотно, намертво, ничего не улазит. Все круто. Далее, когда ребенок вырастет, мы демонтируем вот эти ремни. И ребенок уже будет крепиться вместе с креслом взрослым ремнем. Здесь в подголовнике, сейчас я вам покажу. Подголовник, соответственно, регулируется по высоте. Это обычное дело. И в подголовнике здесь есть специальные направляющие для взрослого ремня. Пропускаем ремень там, в подголовнике. Это нужно для того, что, ну, не дай бог, что произойдет. И ремень будет у ребенка не на шее, а на груди проходить. Обязательно нужно проводить через направляющие. А дальше уже схема простая. Все это выглядит, как будто вы вот себя уже взрослый человек пристегнули в автомобиле. Ремень пропускаем здесь, в подлокотниках, обязательно в подлокотниках. Все, фиксируем. И вот так это все будет выглядеть. Ребенок, как и у взрослых, проходит здесь ремень и по груди. И вся эта конструкция держится взрослым ремнем. Убирается все, соответственно, тоже очень просто. Вот, собственно, и вся система монтажа кресла в автомобиле. В принципе, все, что хотел рассказать вам об этой модели, я рассказал. Подытожу. Мое личное мнение, небольшое. Я в целом не скрою, мне нравится Ricara, потому что вообще у них в всем модельном ряду очень хорошие качественные кресла. Я считаю это хорошим премиум продуктом, начиная с тканей, посадки, продуманность, способы крепления. Все сделано очень грамотно. Плюс мы получаем высокий уровень безопасности. И все это также относится к этой модели. Этой модели мы хорошо защищаем ребенка сбоку. Мы имеем возможность наклона спинки, чего не хватает во многих моделях. Поэтому, на мой взгляд, эта модель Lian Sport Hero продумана очень хорошо. Поэтому, если выбираете кресло, обязательно обратите на нее внимание. Ну, собственно, как обычно, выбор за вами. Убирать вам. А я еще хочу, в свою очередь, поблагодарить магазин Мир Автокресел, который предоставил это кресло для нашего сегодняшнего с вами обзора. Спасибо ему большое. Если вам понравилось видео, вы ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго.